То есть вот 68 на подачи и 48 на обратно. С приходом весны в этом доме взялись за регулировку потребления тепла. Сами жители заинтересованы. Здесь установлен общедомовый прибор учета. Чтобы дышать в квартирах стало легче, в подвале многоэтажки закручивают специальный вентиль. Температура остается как бы нормальной для проживания, потому что сейчас реально, если на улице ноль и в доме жарко, то есть мы ее прикрываем и уменьшаем, тем самым уменьшаем потребление их тепла и уменьшаем сумму в платежке. По словам энергетиков, когда температура за окном уходит в плюс, люди часто тратят тепло впустую. Есть те, кто кондиционеры включают еще весной. Неэкономно расходуют не только энергию, но и деньги. Поставщики объясняют, самостоятельная регулировка тепла эффективнее. Если этим будут заниматься на ТЭЦ, охладится и горячая вода в кранах. А это нарушение санитарных норм. Зачастую переплачивают. Регулируют по старинке температуру внутри помещения открывание фортиков, дверей, балконных. Но я так полагаю, что в связи с тем, что все-таки стало достаточно дорого, такой способ регулирования надо забывать. Регулировкой отопления должны заниматься специалисты управляющих компаний. Дополнительных затрат это не требует. Услуга включена в оплату содержания жилья. Нужна только заявка. Сэкономленная сумма зависит от площади квартиры. В среднем за один квадратный метр до 10 рублей. Кристина Трушина, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.